Методы хранения данных Методы хранения данных Другой важный параметр хранилища данных Это его отказоустойчивость Сколько компонентов данного хранилища Какие из них должны выйти из строя для того, чтобы произошла потеря данных Как мы увидим дальше, есть способы сделать так, чтобы при выходе из строя, например, индивидуальных дисков Данные никуда не пропадали Также другой важный параметр – это латентность Под латентностью понимаются задержки при ответе от хранилища Например, какой-то из них может быть очень производительным Но подключенным к нашему компьютеру по сети Причем подключен он может быть даже не рядом, а, например, с другого континента Где будет объективная задержка, связанная со скоростью света В итоге количество операций в единицу времени с этим хранилищем, конечно, может быть велико Но выполнение каждой отдельной операции придется ждать довольно долго Может быть сотни миллисекунд И рассмотрим хранилище мы снизу вверх И начнем, собственно, с физического уровня Что мы обычно используем Обычно используются либо вращающиеся диски, либо твердотельные накопители Устройство типичного вращающегося диска таково, что на нем есть один или несколько блинов На которых магнитными головками записываются или считываются данные Соответственно, эти блины раскручены до скорости В зависимости от конструкции диска, это может быть от скорости, скажем, 5400 оборотов в минуту у ноутбучного диска с низким энергопотреблением Это может быть 15000 оборотов в минуту у интерпрайзного SAS диска, которому нужно обеспечить высокую скорость работы И где-то вот в этом диапазоне лежит большинство этих скоростей Основное достоинство вращающихся дисков – это их низкая цена за гигабайт Может быть в ближайшие годы это поменяется, но пока что именно такие диски, если не считать ленточных накопителей Которые вообще не очень хорошо предназначены для текущей работы с данными Они больше подходят для того, чтобы положить туда бэкап, который, мы надеемся, никогда в жизни не понадобится считывать Ну а среди, так сказать, общеупотребимых устройств хранения вращающиеся диски обеспечивают наименьшую цену за гигабайт Но при этом обладают существенными недостатками Недостаток заключается в следующем Операция последовательного чтения или последовательной записи на подобный диск может выполняться с довольно большой скоростью Эта скорость определяется по сути скоростью вращения длина и плотностью записи данных на нем У современных высокопроизводительных дисков скорость последовательного чтения или записи достигает пары сотен или даже больше мегабайт в секунду Однако, в случае, если требуется выполнять не просто последовательные операции, а обеспечивать доступ к данным в произвольном порядке То производительность данного типа хранилища очень сильно падает Потому что основное время уходит не на считывание данных, не на их запись, а на позиционирование головки Для того, чтобы механика выполнила соответствующую операцию, установила головку над требуемыми цилиндрами диска Поэтому в случае случайных операций производительность сильно падает И у типичного, скажем, жесткого диска на 7200 оборотов в минуту это что-то в районе 200 подобных случайных операций в секунду У дисков, таких как энтерпрайзные диски с ас-энтерфейсом и скоростью вращения 15000 оборотов в минуту этот показатель может быть больше Даже 400-500 операций вывода в секунду Но довольно понятно, что при современной производительности и прочих элементах компьютера Современной производительности процессора и оперативной памяти Это может оказаться узким местом, поскольку именно получение данных, а не их обработка будет занимать основную часть времени И для того, чтобы решить данную проблему, используется другой вид накопителей А именно твердотельные накопители или SSD Их основные преимущества это более высокая производительность Как и у последовательных операций, так и особенно случайных Поскольку никакие долгие механические операции выполнять не нужно Преодолевать инерцию головки для того, чтобы ее сначала разогнать при позиционировании А потом остановить также не нужно Соответственно, такого чисто механического ограничения на скорость работы нет Кроме того, поскольку не требуется постоянно держать раскрученных до высоких оборотов Сравнить тяжелый металлический блин Обычные SSD еще и потребляют меньше электроэнергии Что может быть актуально Так как иногда в очень крупных серверных инсталляциях Решающим фактором по цене является даже не стоимость самих серверов А стоимость их электропитания и охлаждения А SSD предлагают большую эффективность в том и в другом Ну и более высокая надежность Существует миф о том, что SSD якобы чаще ломаются, чем вращающиеся диски По моему опыту, работая со многими тысячами и тех и других Это, конечно же, не так Вращающиеся диски ломаются гораздо чаще Но просто потому, что в них есть движущиеся части Механика, в принципе, чаще выходит из строя, чем электроника Особенно страшна ситуация, когда, например, коробку с дисками просто уронили А потом их поставили в сервер И в этой партии серверов один за другим начинает выходить из строя диски SSD такой проблеме не поддержан Их можно ронять в широких пределах И с ними особенно ничего не случится И они более устойчивы к вибрации Как во время работы, так и не во время работы В то время, как, если, например, будет происходить заметная вибрация жесткого диска При активной работе с ним головка может просто коснуться длина И повредить на нем данные Поэтому SSD обеспечивает еще и большую надежность Зачем же тогда мы используем вращающиеся диски? В чем проблема SSD? Основная проблема, конечно, цена Пока что, несмотря на успехи отдельных производителей В технологических процессах, обеспечивающих многослойное расположение ячеек И содержание до 3 бит в одной ячейке За счет наличия там 8 разных уровней заряда Несмотря на все это, стоимость SSD за гигабайт все равно остается довольно большой Другой нюанс, связанный с SSD, это блочная модель записи данных Суть в том, что у каждого SSD есть определенный размер блока Именно такими блоками пишутся данные на диск То есть, если вам нужно взять и на диске поменять 1 байт То придется считать весь такой блок Который может, в зависимости от модели диска, занимать даже десятки или сотни килобайт Прочитать, в прочитанном этот байт поменять И записать куда-то на свободное место Это говорит о еще одном факторе SSD Который стоит учитывать при работе SSD То, что на диске должно быть достаточно свободного места для подобных операций По размеру сектора, да Однако при работе SSD часто размер такой области больше Если при работе с жестким диском это, скажем, 512 байт или 4 килобайта В зависимости от размера сектора То на SSD размер такой области, скажем, 128 килобайт 256 Это все сильно зависит от модели Подобные вещи часто не очень хорошо документированы вендором Поэтому при приемке каждой модели SSD в продакшн Перед этим, вернее, приходится их тщательно тестировать в разных режимах работы Потому что это гораздо более сложное устройство, чем жесткий диск И вы понимаете, что, например, если нужно прочитать Там, скажем, 128 или 256 килобайт Поменять в них 1 байт А потом записать куда-то на свободное место А место, с которого эти данные сейчас были прочитаны Пометить в таблице как свободное Это довольно затратная операция Кроме того, также весьма затратная операция на SSD Это вытирание ячеек Поэтому, например, когда свободного места уже не хватает И приходится писать на старое Это сильно снижает производительность Поэтому новые SSD только из коробки абсолютно чистые Работают с гораздо большей производительностью, чем когда у него прошел хотя бы один цикл перезаписи Для того, чтобы обеспечить более высокую производительность работы диска Применяют разные подходы Из них в теории самое оптимальное Это применять дорогие SSD Такие как Intel 4-циферных серий То есть 3700, 3710 или 3700, 3500 У которых деградация не так сильно выражена Не считая последние 3520 серии Или же использовать интерпризные диски У которых есть хорошее встроенное запасное место Недоступное для операционной системы Либо если его нет, то это место обеспечивать самостоятельно с помощью так называемого оверпровиженинга То есть использовать не все место на SSD Часть этого места не занимать разделами Для того, чтобы всегда было свободное место для выполнения подобных операций В таком случае режим деградации SSD переходит позже И производительность его значительно выше Для того, чтобы... И кроме этого Подобный принцип работы SSD Вошел, так сказать, немножечко в разрез С традиционной идеологией работы файловых систем При которой при удалении файла Файл на самом деле никуда не удаляется Никакие операции дисков не производятся Просто это место помечается свободно в таблице файловой системы И для того, чтобы сообщить SSD, что вот эти блоки больше не нужны Их можно добавить в пул свободных И в дальнейшем использовать Используется так называемая операция Trim Эта операция появилась в стандарте SATA 3.0 И она может применяться для того, чтобы обеспечить Большее количество подобного свободного места на диске Однако все имеет свою цену И выполнение операции Trim синхронно А синхронный Trim, так сказать, Q-Q Trim При котором очистка областей просто ставится в очередь Присутствует только в стандарте, например, SATA 3.1 И, кажется, в стандарте NVMe А в стандарте SATA 3.0 Trim синхронный То есть каждая операция удаления данных Будет приводить к довольно накладным операциям на диске И замедлять их Поэтому здесь применяются разные стратегии Иногда не включают Trim на файловой системе А просто в периоды наименьшей нагрузки Например, ночью прогоняют Trim Просто говорят в файловой системе Взять и отправить подобные операции на все незанятые ей блоки Для того, чтобы они оказались свободными у данного SSD Какими же интерфейсами обладают эти диски? Изначально, как, может быть, кто-то из вас знает Существовал такой, я не побоюсь этого слова, холивар В мире компьютеростояния О том, какую же шину использовать АТА, она ИДЕ или SCAZI Шина АТА использовалась для более-менее дешевых устройств Физически это устройство подключалось к материнской плате Таким замечательным шлейфом, с которым, возможно, кому-то из вас приходилось сталкиваться Возможно, уже и нет все-таки Много лет прошло с тех пор, как этот интерфейс перестал быть актуальным И по этому шлейфу параллельно отправлялись АТА команды И получался ответ Однако шли годы И требования к производительности дисков увеличивались К тому же начали появляться первые SSD И подобный интерфейс несколько потерял актуальность Его заменил интерфейс АТА, последователь АТА Его идея в том, что с диском получится работать гораздо быстрее Если использовать не низкочастотный параллельный интерфейс А высокочастотный последовательный Именно это означает букву S в АТА Serial АТА, последовательный АТА Теперь там не используется шлейф, а используется довольно узкий кабель И поэтому к кабелю с гораздо высокой частотой отправляются те же самые АТА команды Для выполнения на диске Другая вещь, которая появилась также в стандарте САТА И которой АТА не было Это реордеринг Дело в том, что стандарт АТА применялся для самых дешевых дисков на дешевых компьютерах Которых считалось, что не требовалась производительность Поэтому все операции там выполнялись строго последовательно Одну операцию отправили на диск, выполнили Другую отправили, выполнили На вращающихся дисках это может быть неоптимально Там может иметь смысл поменять порядок операций Не зависящих друг от друга Для того, чтобы головке приходилось меньше искать места на блине И больше времени уходило, собственно, на считывание данных Поэтому появился стандарт акций Который стал поддерживать очередь команд к диску И в пределах этой очереди Стало возможно делать реордеринг Для повышения производительности И максимальная глубина очереди по стандарту акции 32 операции Второй интерфейс, который изначально использовался в высокопроизводительных компьютерах И который как раз-таки участвовал в этом холиваре с другой стороны Это интерфейс SCAZI Интерфейс SCAZI изначально поддерживал глубину очереди 128 Кроме того, он поддерживал более сложные конфигурации подключения дисков Например, мультипас, при котором один и тот же диск Могут быть запросто подключен, например, к двум разным компьютерам И он обеспечивал традиционно более высокую производительность Однако и диски с этим интерфейсом И контроллеры его поддерживающие Всегда были значительно дороже, чем контроллеры для АТА И интерфейс SCAZI претерпел ту же метаморфозу, что интерфейс АТА В тот же приблизительный момент оказалось, что гораздо выше производительность Будет при использовании высокочастотного последовательного интерфейса А не низкочастотного параллельного И появился стандарт SAS сериала TouchSCAZI Который используется по сей день Хотя сейчас он все меньше и меньше применяется По причине, о которой я упомянул Да, конечно, стандарт SAS Позволяет обеспечить более высокую производительность работы с диском Чем стандарт АТА Но, тем не менее, и у того, и у другого Есть серьезные проблемы, скажем, при работе с SSD Дело в том, что все эти интерфейсы проектировались для работы с вращающимися дисками И там есть соответствующие команды на позиционирование головок и все прочее Которые для SSD совершенно не актуальны Но которые там, тем не менее, приходится эмулировать Поэтому, в отличие от ситуации с вращающимися дисками Когда можно было не сильно беспокоиться о задержке, вносимой самим протоколом взаимодействия Поскольку задержка на позиционирование головки все равно много больше С SSD это уже становится реальной проблемой Ну и кроме того, основной фактор обеспечения производительности работы в современном SSD Это параллелизм Там используются сразу несколько чипов и многоканальные контроллеры Поэтому при высокой глубине очереди Обретает на SSD другой смысл Оно уже не для более оптимального реоргинга операций А для обеспечения их более высокого параллелизма Для того, чтобы работать с SSD максимально эффективно И кроме того, с расчетом на то, что текущие железа, используемые в SSD Это типы налогики NAND Это не последнее слово в твердотельных накопителях Со временем появятся более совершенные технологии Лишенные тех ограничений, о которых я говорил ранее Решили спроектировать новый интерфейс Non-volatile memory Е, если не ошибаюсь, означает экстендер И там исправили все упомянутые проблемы Во-первых, этот интерфейс в принципе не предназначен для работы с вращающимися дисками Там нет никаких инструкций, касающихся позиционирования головок или тому подобных вещей Поэтому инструкций там осталось очень мало Если не ошибаюсь, то что-то в районе 13 Во-вторых, проблему с ограничением на глубину очереди Которая была там в АТА-1 В САТАС акции 32 В КАЗИ и САСИ 128 Здесь решили просто с плеча Можно иметь 65 536 середей по 65 536 операций Так, чтобы уж точно хватило на любую технологию, которая появится в обозримом будущем А не только для работы с современными SSD И этот интерфейс как раз сейчас начинает применяться для очень высокопроизводительных накопителей Он лишен ограничения скорости той же САТА, которая сейчас составляет приблизительно 600 мегабайт в секунду в теории Или даже САСА, который позволяет работать со скоростью 1,2 гигабайта в секунду в последнем стандарте NVMe обеспечивает работу с скоростью практически ограниченной только скоростью PCI-экспрессной шины, которую подключено устройство То есть она может быть совершенно колоссальной При последовательных операциях и нет необходимости для диска эмулировать те вещи, которые он на самом деле не делает Такие позиционирования головок при рандомных Что тоже позволяет повысить производительность и несколько снизить латентность Однако интерфейс NVMe пока что нашел свое применение только в очень высокопроизводительных серверах Или в, так сказать, high-end дископных устройствах или ноутбуках Например, текущие линей кепловских ноутбуков поставляются с NVMe SSD Однако над интерфейсом хранилища С помощью данного интерфейса подключение происходит к конкретному хранилищу И на этом устройстве хранения данные хранятся на так называемых разделах Про МБР и ГПТ я уже рассказывал ранее Поэтому, может быть, кто-нибудь может упомянуть вообще, что такое МБР, что такое ГПТ и зачем ГПТ пришлось придумывать? Я об этом рассказывал, мне память не изменяет на втором занятии Не обязательно загрузочные Вначале идет, собственно, этот мастер-буд-рекорд и загрузчик Но вообще, в чем, например, заключаются основные ограничения МБР? Он маленький, но он... Что значит маленький? В данном случае проблема заключается в том, что адресуются разделы 512 байтными блоками и длина адреса 32 бита Соответственно, там может быть 2 в 32 степени 512 байтных блока И это дает ограничение на размер дисков 2 терабайта Но вы прекрасно знаете, что сейчас это уже далеко не предел Есть и 8, и даже выходят на рынок уже 10 терабайтные диски И поэтому МБР совершенно точно не устраивает Другое ограничение МБР – это количество разделов Изначально там была возможность просто создать 4 физических раздела Затем, поскольку 4 разделов не стало хватать Появился специальный костыль, который позволял один из этих разделов делать, так сказать Вместилище логических разделов, их сделать еще 16 И таким образом увеличить общее количество разделов Но если эту проблему не то что решили, но, так сказать, закостылили То проблему с ограничением объема места решить не удалось Поэтому изобрели стандарт ГПТ, GUID Partition Table Который поддерживает до 128 разделов И ограничение до страшного количества байт Которое вряд ли в ближайшие годы будет достигнуто Одним отдельным взятым устройством, на котором нужно делать разделы Еще один неваловажный момент – это выравнивание раздела относительно размера сектора Дело в том, что, как правильно упомянул коллега, все операции даже с вращающимся диском Выполняются посекторно То есть, если вы захотите прочитать, скажем, 512 байт Но так, что они будут лежать на двух секторах Каждый размером, скажем, 512 байт То придется прочитать оба сектора А затем уже программно вычленить нужные байты с конца одного раздела Изначально другого и отправить их Это приведет к удвоению операции чтения или записи И снижению производительности Поэтому все разделы очень полезно выравнивать по размеру секторов В последнем случае на невыравненном разделе Просто каждая операция ввода-вывода окажется вдвое тяжелее Особенно это важно на SSD Где полезно выравнивать не просто по размеру сектора, как на диске А по размеру рейс-блока Того блока, который может быть считан, записан или стерт И он может быть у SSD довольно большим Каким образом понять, что с нашим диском происходит Для того, чтобы отслеживать состояние диска Вендоры договорились о так называемом стандарте SMART Данный стандарт поддерживается практически всеми жесткими дисками и SSD И у каждого из них есть свой набор счетчиков Который сильно зависит от предназначения конкретного устройства У жестких дисков он более-менее часто унифицирован А у каждого SSD он свой И никакого стандарта там нет Поэтому просто принимая новую модель SSD в работу Нужно разобраться, что значит, какой смарт-параметр И нужно ли его отслеживать Вот пример того, что можно увидеть с помощью смарта на диске Это диск конкретной модели И вот такой-то его серийный номер Размер его 500 гигабайт Последний самопроверку диск прошел То есть он как минимум должен быть более-менее работоспособным И у данного диска параметры таковы, что 27 тысяч часов он был запущен Его запускали и останавливали 74 раза И самое главное, что происходит с вращающимся диском, если какой-то сектор на нем начинает работать плохо Что значит работать плохо? Дело в том, что вращающийся диск это все-таки механика Механика штука гораздо менее надежна, чем электроника И часто какой-то сектор диска не удается прочитать или записать с первого раза В таком случае просто операция затормаживается И на следующем обороте длина Его пытаются прочитать или записать еще раз, еще раз, еще раз Так пока не получится Если какой-то сектор регулярно имеет такую проблему, что он читается с очень большой попытки Или записывается То диск может решить, что этот сектор плохой И попытаться взять и переместить данные с этого сектора в другое место На каждом диске есть определенное количество резервных секторов Куда можно взять и попытаться его переместить Количество таких перемещенных секторов содержится в смарт-параметре номер 5 Релокейтинг сектор каунта Это один из основных параметров, которые нужно мониторить у любого диска И смотреть, что с ним происходит Если таких секторов начало становиться больше Значит диск, скорее всего, скоро выйдет из строя И надо его заблаговременно заменить Но что же будет, если какой-то сектор вообще не удается прочитать? Совсем никогда В таком случае этот сектор попадет в очередь на реалокацию Но реалокированного он никогда не будет Ведь данные с него не удалось прочитать Количество таких секторов содержится в параметре номер 197 Current Pendant Sector Это второй очень важный параметр, которому нужно у типичного диска следить Поскольку если этот параметр стал больше 0 И в течение какого-то разумного времени в 0 не вернулся То есть реалокация успешно не произошла Значит на этом диске были потеряны данные И в некоторых случаях его достаточно просто заменить Когда мы поговорим о раненосивах, станет понятно, почему это может быть не фатально Ну а если вы не используете чего-то подобного То значит у вас произошла потеря данных И лучше бы вам попытаться просто взять другой диск и скопировать хотя бы все, что копируется с этого на другой Поскольку это нам нужно, то совершенно точно не кондиции, его надо выкидывать У SSD, к сожалению, как принято говорить Давайте сейчас я покажу Вот с этим все сложно В том смысле, что каждый производитель делает такие смарт-параметры, как хочет Вот, например, если говорить про SSD, который вставлен у меня в ноутбук То здесь набор несколько другой Первый параметр Relocated Sector Count И к счастью, он тоже в 0 У SSD параметры иногда означают какие-то другие значения Например, вещи, но они тоже часто связаны с тем, что какой-то из блоков NAND уже выходит из строя И его приходится реалокировать на резервный Кроме этого, присутствует информация о том, сколько же на этот диск было записано и считано Вот, например, видно, что на этот диск было записано почти 3 терабайта на NAND И при этом всего было реально записано всего 985 гигабайт То есть вы видите амплификацию, связанную с тем, что это дешевый консюмерский диск, у которого большой race-блок То есть в реальности пришлось записать практически в 3 раза больше данных, чем требовалось Из-за того, что они пишутся только одним довольно длинным блоком Но, к счастью, этот диск предоставляет информацию для того, чтобы можно было об этом узнать И принять решение, устраивает ли нас это в данном случае Ну, наверное, устраивает для ноутбука, это не настолько критично Либо нужно перейти на другую модель диска, если, например, у вашего сервера не хватает производительности ввода-вывода И также он предоставит информацию, сколько данных с этого диска было считано 749 гигабайт в данном случае Третий важный параметр, который может репортиться или не репортиться, опять же, в зависимости от модели диска Вот, например, здесь он также есть Это его температура Стоит отслеживать температуру журжовских дисков и принимать меры в случае, если она станет слишком большой В данном случае температура диска в моем домашнем сервере 37 градусов Цельсия В этом ноутбуке 28 То есть вполне разумная температура, которая не должна привести к никаким проблемам Основные факторы производительности вращающихся дисков мы уже обсудили И повторим вкратце, что основной параметр влияющей на производительность вращающихся диска Это длительность операции поиска так называемых сиков на пластинах данного диска Для SSD также такой же основной фактор производительности это параллелизм То есть чем больше среднюю очередь запросов на чтение с диска или записи на диском удастся обеспечить Тем выше будет производительность И также понятно, что какие-то компоненты должны отвечать за то, чтобы с этой производительностью обеспечивать То есть, например, для вращающего диска таким образом реордерить операции Чтобы сиков было как можно меньше То есть, например, взять все операции и поменять их порядок так, чтобы они все шли от начала диска к концу Так, чтобы все сики были в одном направлении Когда они будут максимально короткими И за это в операционной системе отвечают так называемые элеваторы Нет, они никак не связаны с заготовками зерновых Это наименование происходит от английского «элеватор-лифт» И связано это с известной аналогией Что, предположим, в каком-то здании есть лифт, и ему нужно развести пассажиров на разные этажи И желательно обеспечить это как можно оптимальнее с минимальными затратами времени И алгоритм лифта оказался похож на алгоритм работы с вращающимся жестким диском Для того, чтобы выполнить все необходимые операции чтения записи за минимальное количество сиков Так же, как лифту требуется проехать минимальное количество этажей Для того, чтобы развести всех пассажиров туда, куда им требуется В Linux существует три основных элеватора Первый из них, и самый простой, это No-Op Или, как его иногда читают, No-Op Но это не совсем правильно No-Op отправляет на диск запросы в том порядке, в каком он их получает Он не пытается ничего оптимизировать То есть просто в каком порядке запрос на чтение данных или запись данных пришел в элеватор В том он пойдет в очередь на диск и будет выполнен Но это может быть полезно в том случае, когда все оптимизации, связанные с работой с вращающимися дисками, неактуальны Это данное блочное устройство, для которого выставляется подобный элеватор Может представить себя не один вращающийся диск, а, например, огромный массив Из нескольких десятков Или в случае применения определенной технологии может быть нескольких сотен, даже нескольких тысяч дисков И оптимизировать работу с тысячей дисков как с одним не очень правильно В таком случае будет эффективнее не оптимизировать ничего вообще Это проверять операции, как они приходят Другая ситуация Это использование очень быстрого хранилища, например, высокопроизводительного SSD При котором уже есть опасность, что вашим узким местом окажется не хранилище, а процессор В таком случае элеватор NoWop тоже может быть адекватным выбором, так как он экономит производительность процессора В нем реализованы меньше всего логики Другой элеватор, который чаще всего используется для систем, связанных с высокими нагрузками на дисковую подсистему Например, для серверов баз данных, это элеватор Deadline Он пытается обеспечить латентность дисковых операций не выше определенной пороговой Скажем, пытается задать так, чтобы все операции были отправлены на диск не дольше, чем за n миллисекунд В такой ситуации будет обеспечена наилучшая гарантия латентности для всех приложений Почему именно он используется для баз данных, будет понятно из-за рассмотрения его альтернативы Другой элеватор, это Complete FireQ, распределяет ресурсы диска между приложениями как можно более равномерно Чем активнее какое-то приложение работает с диском, тем ниже его динамический приоритет для работы с ним Поэтому для таких приложений, как, например, база данных, этот элеватор не очень подходит База данных активно работает с диском, и ей это нужно Не нужно ей назначать наименьший приоритет работы с диском Потому что в этом заключается ее задача Если на блочных устройствах, на которых лежит база данных, используется элеватор CFQ То любая операция с этим устройством выполнена другим приложением вне базы данных Внезапно получит наибольшие приоритеты, базу задвинут подальше И выполнят в первую очередь эти операции, потому что они меньше потребляли производительности Поэтому чаще всего для баз данных используется и дедлайн, и ноуоп В зависимости от того, какой именно хранилище под ними лежит Каким образом задать элеватор для конкретного жесткого диска Есть два способа Первый позволяет сделать это динамически для данного конкретного диска при работе И для этого используется псевдофайловая система SIS SIS-блок, скажем, SDA для данного жесткого диска На этом жестком диске используется элеватор дедлайн Если я захотел бы, например, задать там CFQ Я мог бы сделать просто эко CFQ в SIS-блок SDA Q-шедулер Или если бы я захотел переключить на ноуоп Применение этого механизма может быть оправдано, если на разных дисках вам требуются разные элеваторы Например, вы поставили на одни диски операционную систему, на другие положили базу данных И диски, на которых стоит операционная система, используется конкурентно сразу разными приложениями Мониторингами, задачами в кроне, системным логерам, чем-то еще И там лучше поставить CFQ А раздел, на котором находятся данные базы Лучше поставить дедлайн Просто потому что CFQ гораздо хуже подходит для данной задачи В таком случае вы сделаете так, что при старте системы элеваторы расставятся по дискам так, как вам надо Ну и более простой способ это обеспечить Это в конфигурации загрузки ядра Сразу указать элеватор, который вам нужен То есть, например, в параметрах ядра указать сразу В параметрах ядра вы можете указать сразу Элеватор равно дедлайн или CFQ или no-op И этот элеватор будет выставлен по умолчанию для всех дисков при загрузке системы И вы сможете его переопределить через SysFS тем способом, который я вам только что показал Этот фактор может быть весьма важен для производительности Например, когда я работал в Яндексе И мы тестировали там одно из приложений, использовавшихся в качестве поискового сервера И тестировали его на вращающихся дисках И большом объеме данных, который был приблизительно 20 раз больше, чем доступная для его кэширования оперативная память Результаты были таковы При использовании элеватора CFQ производительность была там n запросов в секунду No-op 1,5 умножить на n, дедлайна 2 умножить на n То есть просто за счет нагрузочного тестирования вашего приложения и подбора правильного элеватора Вы можете иногда двукратно повысить производительность работы своего приложения Так что обратить в случае, если у вас есть что-то активное, работающее с дисками На этот фактор, конечно, внимание следует обратить Мы говорили о таком замечательном параметре хранилища, как надежность Например, у вас все данные хранились на одном отдельном взятом жестком диске Он вас устраивал, но однажды он взял и превратился в тыкву Или не целиком превратился в тыкву, но в нем появился пендинг-сектор и долго не проходит Как же быть? Ведь прошла потеря данных И хорошо, если у вас есть резервные копии, то их нужно восстановить И, возможно, резервная копия неактуальна Скажем, она снимается раз в сутки, а данные менялись позже Что делать? Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо сразу обеспечить отказоустойчивость своего хранилища И для этого используется технология RAID Изначально RAID проектировался совсем для другой цели Он назывался Redundant of inexpensive disks И RAID предлагался как альтернатива для более дорогих и более мощных, например, сказий дисков Предлагалось, например, за ту же цену использовать не один быстрый сказий диск, а RAID из нескольких ATA дисков И в некоторых случаях производительность работы была бы выше Но такое противопоставление ушло в историю Теперь это называется Redundant of independent disk У меня опечатка, к сожалению В слове, естественно, это пишется по-другому Так что прошу сразу извинить Это массив на независимых дисках Основные его задачи — это защита от потери данных в случае выхода из троя отдельных дисков Другая его не менее важная задача — это повышение производительности раздела Ведь производительности одного отдельно взятого диска может быть недостаточно Ее часто оказывается недостаточно То есть, например, один отдельно взятый SSD может быть обеспечил бы нужную производительность Но не обеспечивает нужный размер А один отдельно взятый вращающийся диск обеспечивает нужный размер Но не обеспечивает производительность В таком случае нам нужно повышать производительность Например, повышая количество дисков в системе И сейчас мы обсудим, как устроены основные виды RAID Которые исторически называются уровневыми и каждому из них присвоен номер. Мы рассмотрим наиболее широкое... Да. Да, мы рассмотрим вопросы производительности RAID каждой конфигурации и когда будем, собственно, на нее смотреть. Мы рассмотрим RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, а для самостоятельного изучения интересующиеся могут почитать по редко используемые уровни 2, 3, 4. Что такое, скажем, RAID 0? Это не совсем RAID, у него нет никакой избыточности. Все данные на подобном виде массива разбиваются на блоки, и блоки раскидываются по диску. Скажем, первый блок на первый диск, второй блок на второй диск, третий блок на первый, четвертый на второй. В таком случае объем массива равен суммарному объему всех дисков. Производительность работы с массивом будет равна суммарной производительности всех дисков при достаточном, например, параллелизме или достаточно большом блоке, в котором будет происходить считывание. Вот представьте себе, что вы случайным образом эти блоки с дисков считываете. Так в случае использования одного диска вам приходилось ждать, пока съедет головка на одном диске, а так, если вы считаете данные из независимых дисков, пока на одном диске головка едет для считывания одного блока данных, на другом диске ее можно отправить ехать для считывания другого блока данных, в итоге они будут считаны параллельно, с удвоенной скоростью. Таким образом... Обеспечивает то, что они будут размещены на разных местах? Обеспечивает то, что, во-первых, объем массива будет равен суммарному объему всех дисков, во-вторых, что то, что при достаточном параллелизме производительность работы будет равна суммарной приоритетности всех дисков. То есть, например, с каждого диска вы можете считывать данные со скоростью 100 мегабайт в секунду, и у вас там два диска. Значит, данные, равномерно размазанные по обоим дискам, вы можете считывать со скоростью 200 мегабайт в секунду. То есть вы считываете одновременно блок 1 с первого диска, блок 2 со 2, блок 3 с первого диска, блок 4 со 2 и так далее. А блок машинальный, когда я считаю? Блок можно задать вручную, и вы можете его выбирать в зависимости от конкретной задачи. Если у вас там будут храниться многие гигабайтные файлы, то нет смысла делать блок очень маленьким, и вы планируете, что эти файлы будут считываться, например, большими кусками. Если у вас там хранятся данные, которым нужен будет доступ к небольшим случайным частям, например, к строчкам в базе данных, может иметь смысл уменьшить размер блока для того, чтобы повысить параллелизм. Ну и, конечно, когда вы считываете один отдельно взятый блок, никакого параллелизма нет, и в таком случае он будет считаться только с одного диска. Ну и недостаток Raiden 0 то, что он не обеспечивает никакой отказоустойчивости. Если у вас выходит в строю один диск, вы теряете данные из этого раздела. Поэтому использовать его нужно только на свой страх и риск, когда нет другого выбора. Ну, такие ситуации, к сожалению, в жизни бывают, когда это нужно. И, например, это может быть вполне терпимо, если вы обеспечили отказоустойчивость на каком-то другом уровне. Например, у вас есть база данных, и на ней настроена синхронная репликация. Все данные, всех закомиченных транзакций уже находятся и на одном инстанции базы, и на другом. В таком случае, если один инстанс базы взорвется, вы просто его сделаете с нуля и восстановите из бэкапа, и запустите его синхронизацию с репликой, и все будет нормально. В таком случае с нулевым рейдом можно даже жить. Хотя это будет некомфортно, поскольку каждый выход диска из строя будет сопряжен с полным восстановлением данной инстансы базы. А если пока вы восстанавливаете эту инстанс базу, то выйдет из строя вторая реплика, тогда все плохо. Так сказать, противоположностью рейда 0 является рейд 1, так называемое зеркало, при котором на все диски кладутся одни и те же данные. То есть каждый блок кладется на каждый диск. А производительность записи на такой диск такая же, как и производительность записи на один самый медленный диск данного массива. Производительность чтения с него в случае высокого параллелизма может быть равна суммарной производительности дисков. Если вы, например, можете чтение одного блока привести с одного диска, чтение другого блока с другого и так далее. И объем данного массива будет равен объему одного диска. Чаще всего рейд 1 применяется, например, для разделов, на которых находится сама ваша операционная система. В типичном сервере, которому не приходится выполнять какие-то сложные операции с хранимыми на нем данными, например, на типичном веб-сервере, где просто стоит приложение, которое работает с удаленной базой данных, будет просто два диска, собранные в рейд 1, и на этом рейде 1 будет установлена вся операционная система и все приложение. И два диска нужно исключительно для обеспечения откуда-устойчивости, чтобы весь этот сервер не выходил из строя при выходе из строя одного диска. А диски по опыту — это наиболее часто ломающийся элемент. То есть проблемы с оперативной памятью бывают, но реже. Проблемы с процессорами бывают, но очень редко, практически никогда. Проблемы с блоком питания тоже бывают, но блоков питания обычно гораздо меньше, чем дисков, и поэтому чаще всего ломаются именно диски, и нужно защищаться в первую очередь от их выхода из строя тем или иным способом. Но не очень хорошо иметь несколько дисков и не использовать эффективный их объем. Скажем, иметь уже большое количество, не два, а четыре или пять, и все равно работать с объемом одного диска. Поэтому существуют промежуточные уровни рейда. Например, RAID 10 или 1 плюс 0 — это страйп из нескольких зеркал. То есть есть несколько таких же RAID 1, из которых собран страйп. В этом смысле страйп уже получается надежным, поскольку в случае выхода из строя каждого из дисков есть возможность синхронизировать его с другого диска. И объем такого диска, и межность такой раздела, будет равен половине суммарного объема всех дисков, которые в него входят. А производительность работы с ним будет такова, что производительность на запись будет равна половине суммарной производительности всех дисков на запись, так как каждый блок нужно записать на два диска. А производительность чтения при хорошем параллелизме будет равна суммарной производительности всех дисков. подобный массив в связи с его относительно логической простотой по сравнению с теми с которым познакомиться дальнейшем а также благодаря тому что он все-таки обеспечивает довольно хорош хороший объем то есть все-таки по не объем одного диска объем хотя бы половины всех вами мечи всего диска то есть например если вас дисков 4 то он обеспечить объемом разделу суммарный объем двух таких дисков чаще всего рейд 10 используется для баз данных поскольку обеспечивает во первых хорошую производительность в нормальном режиме работы во вторых тоже не сильно деградирует случае выхода из строя одного из дисков то есть один из дисков вышел из строю то просто какое-то зеркало считает деградировавшим и нам происходит запись на на один диск и чтение тоже только с одного диска низу в итоге производительность на запись в деградированном рейде в 10 вообще не страдает определительность на нащтение страдает незначительно просто выпадает один жесткий диск и все и параллелизм уменьшается однако не всегда эффективно брать ты вот так вот у половинивать до доступный объем иногда хочется обеспечить их и какой-то уровень отказа устойчивости и все-таки и иметь больше места для этого предназначены рейды чик суммы например представьте себе если у вас было три диска каждый размером 1 бит и вам нужно было бы хранить на них 2 бита информации таким образом что в случае выхода любую строю любого из диска вы бы не теряли данные это можно было бы сделать например таким простым способом взять не решить что на первых двух дисках мы храним собственно эти данные а на третьем храним их контрольную сумму то есть скажем данным 10 на первый диск пишем 1 на 2 0 а в третьем пишем их контрольную сумму она равна единице и это обеспечит отказа устойчивость следующим образом предположим вышел из строя второй диск ну совсем с ними ничего нельзя прочитать не смотрим что на первом диске единица какого чему равна контрольная сумма контрольная сумма равна тоже единицы значит значит что было во втором диске только 0 других вариантов нет да какая ошибка да да все верно я просто привел совсем упрощенный пример чтобы было как можно лучше понятно естественно такая такой наивный метод контрольных сумм которые я предложил для этого примера не не очень хорошо подходит так как он действительно не мы не позволит понять какой же где же флипнулись данные но в случае если мы исключаем например пренебрегаем тем что данные где-то могут испортиться мы считаем что диск либо дает те данные которые нам были либо просто вышел из строя этот пример тоже актуален то есть не на одном из сохранившихся дисков 00 нет но мы понимаем что на втором диске должен был быть 0 потому что контрольная сумма на едини единицы и на первом диске едини единица и в таком случае мы понимаем что там диски был 0 и наши общие данные 10 здесь на в реальном рейде используются более сложные методы подсчета контрольных сумм которые позволяют выявлять идеи единичные ошибки и это обеспечивается например в уровне рейда 5 в котором все данные разбиваются на блоки и и размазываются таким образом что на для каждого из н-1 блоков где количество дисков подсчитываю подсчитываются контрольные суммы также кладутся на диск таким образом общий объем рейда 5 из н дисков равен суммарному объему n минус одного диска ну один по сути объем одного диска уходит на хранение контрольных сумм и при каком-то более-менее к большом количестве диска уже хотя бы на 4 это обеспечивает прирост размера раздела по сравнению 10 райдом то есть ему мы имеем уже не раздела размером с два диска раздел размером с три что в полтора раза больше одна из основных проблем рейда 5 это его производительность деградированном режиме когда один из дисков вышел из строя приходится считывать данные с него сама с массива с постоянным подсчетом контрольных сумм что приводит к очень серьезной деградации производительности поэтому такой уровень рейда как рейд 5 чаще используется например для хранения резервных копий где производительностью иногда можно и пожертвовать и с очень и только в очень-очень крайних случаях почти в таких же крайних как при использовании рейд 0 используется например для разделов с базами данных просто по по той причине что это база данных у насчет работающей медленность сломается всего один диск и до тех пор пока он не будет заменен и данные не будут синхронизированы но как быть если и дисков например действительно много их например был больше пары десятков и выходы строя сразу двух дисков уже становится более менее вероятным особенно становится вероятным из-за того что рейд 5 ребилдится очень тяжело то есть нужно для того чтобы восстановить все контрольные суммы нужно прочитать все все данные со всех дисков и в итоге придется создать максимальную нагрузку на чтение на 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 все диски входящие в массив при его ребилде это повышает шанс того что при ребилде массива просто еще один диск выйдет из строя и за мои за повышенные нагрузки мои массив рассыпется таким образом хочется обеспечить себе хоть какие-то большие гарантии может быть даже ценой вместо на разделе и это обеспечивает уровень рейда 6 при котором используется не одна контрольная сумма а 2 его объем соответственно n-2 где n объема одного диска из данного массива он был такой идеи случае большого количества дисков он значительно более надежно чем рейд 5 поскольку для того чтобы произошла потеря данных нужно чтобы вышли из строя хотя бы три диска что менее вероятно чем в их выходы строя двух но а потеря места размером соединенных дисков массива может быть не такой критичный при использовании например количество дисков больше пары десятков но будет у вас грубо говоря 22 терабайта не 24 за это фунт на это вполне честно можем пойти ради на дополнительной надежности производительностью рейда 6 в не деградированном режиме видит на такая же как у рейда 5 то есть производительность значение высоко и и почти такая же как у страйпа на примеры такая же как у страйпа иombinus 1 диска а производительность на запись сниженная как у рейда 5 что связано с тем что необходимо постоянно подчитывать чек суммы и для того чтобы даже записать данный какой-то блок уже где нужно взять прочитать данные из других блоков и сопоставить их с мной записанными данными почитать для них чек суммы то есть любая операция на запись на рейд 5 или 6 приводит к операциям чтения что создает паразитную нагрузку и снижает производительность по сравнению с тем же рейдом 10 которые хоть и имеет меньший объем при том же количестве дисков но устроен гораздо проще и про просто обеспечить производительность на запись половины всех используемых дисков соответственно можно вы вывести какой-то какой-то резюме по по уровням рейдов сравниваемым по таким параметрам как общий объем массива надежность то есть только какое количество дисков может выйти из строя а например на при использовании рейда 10 и скажем 8 дисков какое количество дисков может выйти из строя так чтобы не потерялись данные да верно в худшем случае достаточно выхода из строя двух дисков но она в лучшем случае достаточно могут выйти из строя половина и данные не будут потеряны до в данном случае это значение переменные в отличие от рядов 5 решили где должно выйти строй фиксированное количество дисков для потери данных и соответственно рейд 0 обеспечит максимальную производительность максимальный объем и минимальную надежность рейд 10 обеспечивает высокую производительность и тени и записи ну и также по в режиме деградации и он переживает выход из строя от 1 до 1 полом дисков день количество дисков массиве и рейд 56 обеспечит довольно высокую производительность чтения особенно при большом количестве дисков и такую среднюю производительность записи из того что приходится выполнять паразитные операции на каждую запись данных и он обеспечивает очень низкую производительность в режиме деградации в случае выхода из строя одного из дисков а так как эти разделы предназначены для использования с большим количеством дисков особенно рейд 6 такая ситуация будет возникать чаще чем больше вас дисков тем чаще они ломаются и поэтому использование данных уровней рейдов не сильно рекомендовано для онлайн хранилищ например база данных который непосредственно работает ваш ресурс он предназначен для хранения данных которых высокий уровень до доступности не требуется например резервных копий которым вы обращаетесь раз в город когда что-то случилось остальное время они они лежат и просто занимает место также как вероятно вы знаете есть два основных способа обеспечить работу рейд массива первый из них это то с чем мы сегодня столкнемся поскольку это проще всего не требует никакой дополнительной аппаратуры это программный рейд работает на уровне в собственно на уровне самой операционной системы обычно программный рейд реализованы в ее ядре и само железо ничего не знает о том что диски не независимо а собранного массив просто до работа с данными призыв происходит таким образом что операционная система предоставляет вам массив как единое целое а сама разбра разбрасывает операции по конкретным дискам соответствии с конкретными настройками конкретного массива преимуществом данного подхода является то что не нет необходимость покупки дорогого рейд контроллера хороший контроллер стоит примерно как хорошая видеокарта он может стоить несколько десятков тысяч рублей например если вы еще используете большой парк серверов это нужно умножить на количество серверов где он нужен где он нужен и овчинка вполне не может не стоить выдел кроме того надо понимать что в рейд контроллера все-таки используют игрушечные процессоры все в серверах если конечно не сервер на армии настоящий поэтому такие операции как скажем подсчет контрольных сумм особенно с использованием современных наборов инструкций таких как sse 4 4 avx и и там его даже в x512 на совсем-совсем более новых процессорах позволяет обеспечить скорость подсчета контрольных сумм больше чем на специализированных асиках которые используются в рейд контроллерах недостатки это первых на необходимость наличие качественной реализации программного рейда в операционной системе если слив линукс с этим все хорошо то во фри бсд все не очень хорошо в виндузе с этим всего все вообще очень плохо и это мы использование аппаратного ряда гораздо более оправданно чем в линуксе кроме того не надо недостатком используя программного рейда это отсутствие дополнительной защиты от сбоев операционной системы и питания если у вас произойдет кернул паник или если кто-то просто подойдет из вашего компьютера выдернет провод то все данные которые были которые находились в буфере операционной системы для записи на данный массив но еще не были записаны просто пропадут и не будет способа их восстановить аппаратный рейд имеет соответственно дополнительный к этому набор недостатков и достоинств например на больших массивах ssd он может стать действительно узким местом скажем ssd на базе интерфейса nvmi крайне не рекомендую собирать аппаратный рейд это их только сильно замедлит например я помню в mail.ru приезжал инженер лосай показывал рекомендованные настройки рейд контроллеров для работы с вращающимися дисками с ssd и видно было что для работы с ssd нужно просто сделать рейд контроллер максимально тупым и выключить его дополнительные возможности за которые уступные покупают противном случае именно они будут замедлять его работу таким образом это будет при использовании очень быстрых дисков аппаратный рейд контроллер будет просто за ваши же деньги за замедлять работу с вашими же дисками но у него есть такие замедили такие замечательные достоинства как например в в рейд блэк буфер в который можно быстро писать данные скажем при пиковых нагрузках а затем они будут постепенно записываться на диск а почему же так нельзя делать операционной системе и почему мы не могли буферизировать данные в памяти потому что хорошие рейд контроллеры в отличие от данного подхода и из предоставляют защиту от сбоев электропитания поскольку к хорошему рейд контроллер обычно подключен специальный аккумулятор и если из вашего сервера вы на вашем сервере произойдет произойдет сбой электропитания все что угодно там сломается операционная система из него выдернут провод то что данные находившиеся в рейд блэк буфере не пропадут заряда аккумулятора как раз хватит чтобы записать на специальное временное хранилище которое есть на таком рейд контроллере и потом когда он в следующий раз включится он выполнит все необходимые операции дисками и потери данных не произойдет кроме того это позволяет обеспечить довольно высокую производительность работы с вращающимися дисками поскольку операции записи будет происходить немедленно со временем ожидая не ожидании си си к головке а быстро просто в буферную память контроллера а потом уже контроллеру фоне будет распихивать данные по дискам особенно это полезно когда она нагрузка имеет непостоянный и пиковый характер так что иногда аппаратный рейд может обеспечить и повышенную производительность а не сниженную и в таких случаях его стоит использовать на на массивах мира медленных вращающихся дисков при условии что вашей рейд контроллер оборудован батарейкой обладает достаточным количеством буферной памяти также ну предлагаю перейти от теории к теории к практике и попробовать поработать с рейд массивом самостоятельно для этого мы не создадим на учебной виртуалки 4 виртуально блочных устройств данные которые будут храниться просто на файликах и обеспечим работаете эти дисков рейд массиве сначала просто готовим таблицу разделов этому же будет для того чтобы накатить ее на все диски в этой таблице разделов присутствует просто один один раздел и размером с весь диск и и тип этого раздела fd то есть он будет использован для рейда таким образом чтобы в диск минус львы вы могли его увидеть создадим 4 виртуальных диска для этого воспользуемся таким такой замечательную вещь как лукбек устройства которые позволяют мы монтировать просто файлы с файловой системы виртуальные блочные устройства как вы видите по его в результате вполне данной команды было создано 4 блогу таких больших устройствах с нулевого по 3 и на них было и на каждом из них был создан раздел от луп 0 p1 до луп 3 p1 для работы с рейд массивами установим пути утилиту им данным собственно что штатный механизм а программных рядов в линуксе так и называется md поэтому утилита называется md 1 мд расшифровывается просто как мультидиск мудрость и лукаво сначала создадим массив уровня 10 из данных четырех разделов которые только что создали в качестве диска будет использоваться разделы с 0 2 1 полук 3 p 1 мда создает массив дев мд 10 уровня 10 и из четырех устройств вот мы массив создан посмотреть теле текущие массивы можно в прок мдостат вот выполняем так проком достат и видим наличие там рейды 10 из четырех дисков всех получилось у кого еще не получилось хорошо подождем а да хорошо в конце предыдущей серии в предыдущей половины занятия мы подготовили массив типа рейд 10 посмотрим его свойства и сопоставим их с тем что мы обсуждали о принципах работы рейд массива вот здесь сначала определенные служебные данные вера версия md которая использовалась дата когда этот рейд был собран видимо очень неудачно удачная дата для рейда быть собрана 1 в апреле не знаю к общее количество устройств в нем его теку его текущее состояние далее коллега задавался совершенно правильный коллега задавал совершенно правильный вопрос о том какого размера блок использовать в каком случае его стоит выбрать больше в том случае стоит выбрать меньше вот 10 по умолчанию в седьмой центре при создании рейда используется размер чанка то есть вот этого самого блока который кладется на отдельные диски страйпа в данном случае используется рейд 10 поэтому там страйп из миров и на каждый элемент страйпа колду кладутся так называемые чанки размером 512 килобайт в одних случаях это может быть хорошо других это это размер может потребоваться например уменьшить тогда вы при создании рейда мы бука указали сразу размер чанка в килобайтах скажем таким образом и это бы обеспечил лучший параллелизм например на не очень больших операциях и видно что раздел состоит из четырех активных и до и до и доступных дисков садим на этом разделе файловую систему и примонтируем и так но как мы верно говорю как мы говорили до этого одна из основных задач рейда обеспечить отказоустойчивость предположим что один диск ну скажем первый использовавшийся вышел из строя симулируем эту ситуацию просто скажем рейду что диск вышел из строя мда 1 дев м д 10 минус f минус f значит фейл то есть мы помечаем узел сбойным скажем первый диск этого массива где влук 0 пометили его сбойным смотрим состояние массива видите массив теперь находится в состоянии degraded деградировавшие состояние данные никуда не потерялись но не не все диски в нем активны и один из дисков сбойной дев влук 0p1 удалим этот сбойный диск из массива да я рекомендую всем тоже пытаться делать себя и смотреть что при этом получается вот проком достат теперь видно что данном массиве активно только три диска большая буква ю значит об из четырех первый из них не активен и и тем не менее диск сохранен сохранил возможность на запись возможность записи на него данных и чтений попробуем записать в на на данный массив какие-либо данные и посмотрим что будет если туда вставил ставить новый диск на самом деле не новая тот же самый вот как мы видим запись произошла массив деградированный тема темы тем не менее данные записаны попробуем вернуть туда диск мда 1 дев мда 10 минуса значит это добавить новый диск на самом деле не новая старый и посмотрим что при этом произойдет с данным массивом и он практически очень быстро но в моем случае это быстро по что у меня и сссд поревел дался мы к сожалению так и не успели заметить как как же этот массив ребил дался то просто потому что к сожалению у меня к сожалению частью диск слишком быстро давайте попробует еще раз симулировать и записать больше день данных вот куда удалось поймать массив в этот момент после того как диск был был добавлен происходит операция восстановления массива то есть с целого диска этой этой паре вроде 10 происходит восстановление данных их запись на на мной добавленный диск сейчас эта запись уже за уже закончена поскольку скорость работаю где диска высока объем невелик но на очень больших массивах это может занимать огромное время скажем если вы у вас будет массив из рейд 6 из 24 8 терабайт на дисках он ребилдится может сильно больше суток давайте теперь попробуем разобрать этот массив и создать другой массив уровня 5 для того чтобы разобрать сначала надо тут монтировать от монтировать от монтирована монтэ мда 1 минус минус стоп где в мд 10 и и теперь эти эти диски почти что считаются свободными с той лишь разницей что на них остался еще супер блок данного массива и при создании нового массива на тех же дисках на же спросят действительно ли мы хотим его затереть да мы хотим его затереть и создали новый массив теперь уровень 5 также посмотрим его свойства у него также размер чанка по умолчанию 512 килобайт вам в данном массиве 4 диска но он имеет размер уже полтора гигабайта потому что он имеет разный размер n-1 диска не половина n-1 в нашем случае 3 и трижды по 500 по 500 мегабайт будет полтора гигабайта будем с чем же мы будем иметь дело в дальнейшем мы обсуждали два вида таблиц разделов мбр и гпт гпт конечно имеет превосходство дамбером которые мы уже обговорили и повторять их вот через два раза не следует но оба не имеют вполне конкретный набор недостатков он заключается в том что разделы должны идти на дисках подряд один за другим и ира и раздел за которым идет следующий раздел увеличить никоим образом не получится поэтому отсутствует какая-либо гибкость например у вас есть один раздел там корневой и другой раздел а другой раздел для домашней территории третий раздел для свопа если вам нужно увидеть скажем раздел для домашней территории то вы это уже не будет сделать просто так не можете потому что за за ним идет следующий раздел для того чтобы разделить его логику создания разделов файловых систем от того как устроена не на низком уровне таблица разделов на диске или сами диски существует такая вещь как в м логика волю менеджер это одно из основных его свойств возможность гибкого распределения доступного места между разделами например некоторую часть диска диска или мои или рейд массива можно даже не сразу не размечать не разбивать на раздела использовать оставить про запас и в дальнейшем выделять для для тех разделов увеличения которых потребуются кроме этого лвм позволяет использовать так называемые снапшоты для резервного копирования таким образом что если вам нужно получить какой-то относительно консистентный слепок файловой системы вам не ну вам не нужно все все останавливать ждать пока все скопируется вам нужно например случае если идут какие-то активные операции данными заморозить их на какую-то долю секунды и снять этот самый снапшот подставляется бы как бы снимок состояния дан данного раздела на какой-то на момент времени его создания и в дальнейшем операции возобновятся со снапшота вы сможете в бэграунде снять бэкап стоп-шот работают по принципу кукок и он в рай то есть только когда какой-то блок данных меняется он отдельно записывается для снапшота до того как он поменялся он используется для снапшота и для основного раздела архитектура у лвм следующие уровни у него три первое это это фи это физический том то есть конкретные физическое устройство будь то отдельный диск или raid массив на котором осуществляется хранение данных когда которую выделяется для использования лвмом это сущность называется физический том для хранения данных используется следующий уровень это группа в томов физических томов в этой группе как как понятно из названия может находиться один так и несколько и данные между нее будут распределяться и на каждом подобную и в каждой подобной группе того может создаваться призвольное количество так называемых логических томов который будет представлять собой уже конкретные блочные устройства и на которых можно будет отмечать файловой системы и монтировать их и так второй замечательный метод использования лвм о котором я упоминал это снапшоты снапшоты используются для например где чаще всего для резервного копирования данных они позволяют снять слепок файловой системы за какой-то момент времени и в дальнейшем оставить его неизменном виде несмотря на то что на этой файловой системе могут продолжать изменяться данные для соответственно возникает вопрос где же будут храниться эти изначальные данные если на самом разделе они после этого поменяются именно поэтому для снапшота тоже необходимо выделить место из пула свободного места данной волиум группы то есть каждый раз когда на самой файловой системе будет меняться какой-то блок данных отдельный блок создать изначальным содержимым будет сохраняться в месте выделенного для для снапшота и после и все сломается после того как размер изменений при живом снапшоте превысит размер этого самого места которое для него выделено на следующем уровне выше блочных устройств будь то отдельные диски рейд массивы или тама лвм находятся файловые системы чаще всего в линуксе используются либо файловые системы семейства x либо xfs есть множество других файловых систем некоторые из них экспериментальные некоторые здесь наоборот старого старые неподдерживаемые их мы сейчас рассматривать не будем изначально основным файл семейства файловых систем в линуксе были есть было семейство x и 1 и 1 из них была x1 но это совсем старые времена и вряд ли кому-то из вас придется столкнуться поэтому начнем с x2 который представляет собой файловую систему поддерживающую все базовые операции с файловой системы она синхронная то есть не обязательно не обязательно призыв при записи на нее например ждать окончания записи реально на диске можно дождаться записи в буфер и вернуть операцию но она не не журналируемая это означает что все изменения мета данных файлов не пишутся так называемый журнал поэтому случае сбоя дектора питания нет возможности восстановить мета данные на какое-то консистентное состояние этот недостаток был исправлен в файловой системе x3 там появилось журналирование там появился онлайн ресайз онлайн ресайзом и все только что пользовались для того чтобы увидеть тестовую файловую систему 256 до 384 мегабайт и в x4 есть некоторые неочевидные ограничения например на лимит на количество под директорий в директории 31 1998 примет на размер файловой системы всего 32 терабайта это не так уж и много если вы подумаете что например сейчас есть 8 терабайтные диски в широком доступе и можно собрать рейд массив из большого количества скажем вы можете взять обычный сервер в котором 36 сотов под диски вставить в каждые 8 терабайтный диск собрать из них рейд 6 к примеру такого размера будет данный рейд 6 36 дисков по 8 терабайт тип рейда 6 какого у кого будет размер 24 на 8 вы уверены а 34 да да 34 на 8 все правильно 34 на 8 терабайт это приблизительно 200 240 трижды 824 264 где-то терабайта это будет соответственно лимит на размер файловой системы в 2 32 терабайта в текущей реальности уже часто не хватает и приходит и приходится иметь дело с файловыми системами которые значительно больше также не всегда адекватен размер лимит на размеры файла 2 терабайта если этот файл это еще какой-нибудь образ какой-нибудь замечательной файловой системы например образ жесткого диска для конь башен виртуальной машины такой лимит тоже оказывается не адекватен и часто приходится иметь файлы большего размера и данные ограничения были устранены файловой системе x4 там появились экстенты то есть не обязательно адресовать блоки каждого адресовать каждый блок размером 2 или 4 килобайта в зависимости от того как именно файла 7 была создана появилась возможность единой адресации больших блоков что позволяет что позволяет уменьшить размер метаданных и ускорить работу с ними при использовании больших файлов также устранено ограничение на количество поддиректорий и размер файла ограничение на размера файла и на размер файловой системы также увеличены но параллельно с этим развивалась и сейчас дошла до вполне приличного статуса файловой системой xfs которая применяла которая изначально была рассчитана на хранение в ней большого количества больших файлов на общем большом разделе и там ограничить ограничение еще более высокие то есть разделы до 8 производительность данного файловой системы xfs оптимально как я уже говорил по использованию большого больших файлов случае если на файловой системе придется хранить много мелких файлов при более предпочтительно использование файлы тоже файлы системы x4 ну на этом поскольку времени у нас к сожалению осталось не слишком много мы закончим обсуждение локального хранения данных и перейдем к обсуждению удаленного хранения данных для удаленного хранения данных в приложении применил предпочтительнее всего обычно использовать соответствующие базы данных например это может быть иску и сквельная база данных для для хранения каких-то данных которые хорошо ложатся на реализационную модель это могут может быть новую сквель база данных например документы документно-ориентированные для данных которые хорошо ложатся такую модель или может быть что-то вроде cf-объект 40 же или амазоновского с 3 для хранения просто больших больших кусков данных что обеспечит предсказуемую работу с ними и хорошее масштабирование но иногда в качестве костылей могут быть использоваться сетевые файловые системы большие устройства если нужно быстро например примонтировать директорию с одного сервера на другой или использовать диски находящиеся на одном сервере надо для другого сервера но стоит понимать что это не предпочтительный метод работы по сети и средства обеспечения какой-то откуда устойчивости и масштабируемости из коробки в таком случае не будет например со самый простой способ который можно воспользоваться немедленно для того чтобы сделать файлы находящиеся на одном сервере доступными на другом это nfs network file system сетевая файловая система она просто позволяет сделать директорию одного сервера доступны для других серверов по сети и чуть более надежный метод позволяющий позволяющий давать не файловая система целое больше устройства с помощью этого метода есть возможность даже обеспечить некоторую отказоустойчивость если вы на вашем сервере прямо и таким вот таким образом примонтируете несколько блочных устройств других серверов соберете из них рейд то если вы здесь все делается правильно при выходе из строя одного сервера трейд просто станет деградированным но данные с него не потеряются и операции с ним смогут продолжаться а потом когда сервер вернется вы добавите диски которые были с него проброшены в этот рейд и рейд выйдет деградированное состояние и синхронизируется протокол эсказии собственно и предназначен для работы с удаленными блочными устройствами основные его понятия это клиент и так называемый инициатор и сказки target сервер и каждое блочное устройство таргета может использовать только один инициатор так что масштабируемостью данного решения практически никакой нет и на инициаторе удаленный диск отображается просто как обычный системный диск предлагаю это попробовать до ну например у вас есть сервер с мощным процессором на котором нужно выполнять какие-то операции и сервер со слабым процессором в котором вот на диске с которой который вам бы захотелось хотелось иметь на том и в качестве быстрого хака вы можете просто единстве таким образом дети пробросить не все же хасты равнозначны каждый имеет свою определенную конфигурацию я сразу говорил что решение связанные с удаленным хранением данных лучше использовать не файловые системы да и не проброс блочных устройств а специализированное решение базы данных и прочее хранилище но если вам нужно быстро решить какую-то проблему и например предоставить доступ к уже имеющимся диском или к уже имеющимся файлом то в качестве костыля можно использовать один из этих методов это не рекомендуется наверно может помочь давайте подготовим снова тестовый диск до муклы снизу потому что все почистил все так и должно быть подготовим то тестовый диск и в диском вы уже научились пользоваться пользоваться так что сконфигурируем теперь конфигурацию а исказить таргетов поместим в эту конфигурацию то что указано на слайде в качестве цели 1 используется хранилище def loop 0p1 и адрес инициатора с которого разрешается монтировать данное устройство только цены один это имеет не очень много смысла но для учебной цели сойдет а так прокидывать удалил удаленную блочную устройство на одну на ту же машину это не совсем осмысленное занятие давайте посмотрим какие разделы теперь предоставляет предоставляется один диск размером 1073 мегабайта 1073 пушки здесь используют десятичные мегабайты а не двоичные и он находится он находится в режиме read write и используется устройство депутат 0p1 давайте теперь этот диск себе подключен то есть сначала обнаружим что он на данном хосте действительно есть такой диск да вот он есть и после этого этот диск возьмем и подключен локальной системе вот как вы видите появился диск где в sdb и этот тот самый диск который мы пробовал пробрать или поисказе его можно использовать также как использую любой другой локально подключенный диск разметить него файловую систему добавить его в рейд массив или использовать его для для лвм а как как вашей душе угодно попробуем сделать это самостоятельно у кого-нибудь уже получилось это все раз настроить авто а в чем сложность у кого уже получилось поднимите руки да ну видимо потому что вы не очистили то что было могу коль на предыдущих экспериментов просто перезагрузить для простоты виртуал через неделю будет занятие по сервисов инфраструктуры такими как например dns а сейчас предлагаю занятие закончить